Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с книгами архангельского писателя Елены Максимовой. Тема развития детского кругозора, познавательной активности, интереса к окружающему миру была и остается очень близкой Елене Николаевне. Ее основная работа связана с финансовой деятельностью, а литературное творчество считает своим хобби. Но над каждой книгой Елена Николаевна тщательно работает, изучает и сверяет источники, совершенствует стиль. Итогом становятся увлекательные книжки, вмещающие множество любопытных сведений, способные заинтересовать современного ребенка. Когда издательство «Настя Никита» объявило литературный конкурс на короткое детское произведение, Елена Николаевна загорелась идеей написать про глину, потому что в детстве очень любила лепить из глины. Елена Максимова придумала сюжетный ход – путешествовать по квартире вместе с ребенком и рассматривать предметы, которые как-то связаны с глиной. Максимова попала в десятку авторов, а в 2013 году издательство опубликовало книгу «Глина. Путешествие в комнатных тапочках». Что может быть на свете интереснее, чем путешествие? Ведь ваша собственная квартира – замечательный объект для исследований. И к тому же очень удобный, далеко ходить не нужно. Попробуем найти у себя дома предметы, родоначальницей которых стала глина. Во все времена она играла важную роль в жизни человека. Наши далекие предки заметили, что из глины можно лепить разные нужные в хозяйстве вещи. Способов лепки было много. Самый простой – сделать плоскую глиняную лепешку и приподнять ее края, чтобы получили стенки. Еще один – раскатать глину в длинную колбаску и сложить ее по спирали, загладив затем места соединения. При этом способе горшок походил на свернувшуюся змейку. Третий вариант – слепить несколько колечек в виде бубликов и сложить их один на другой. Конечно, первые изделия из глины получались кривыми и неказистыми. Но самое неприятное было в том, что они боялись воды. От нее они размокали, снова превращаясь в кашицу. Поэтому хранили в такой посуде только что-нибудь сухое, например, зерно. А потом было сделано удивительное открытие. Кто-то из древних людей обратил внимание, что под действием огня глинистая земля вокруг костра становится твердой. И получалось, что если глиняный горшок обжечь на огне, то он сделается прочным, и вода ему будет не страшна. Обжиг предоставил совершенно новые возможности. В глиняной посуде стали хранить разные жидкости, а главное – готовить в них еду. А дело в том, что после обжига было сделано еще одно замечательное изобретение – гончарный круг. Кусок глины клали в середину этого круга, одной рукой круг вращали, а другой придавали горшку нужную форму. Изготовленные на гончарном круге изделия получались ровными, с тонкими стенками. Со временем придумали гончарный круг, который вращали не рукой, а ногой. Теперь обе руки мастера были свободны, и он мог делать еще более искусные вещи. Прочитав книгу «Глина. Путешествие в комнатных тапочках», вы узнаете, что такое обжиг, кто придумал фарфор, сколько предметов было в сервизе императрицы Екатерины II, как глина помогает при строительстве космических кораблей. Ответы на все эти вопросы вы узнаете во времени обычного путешествия, которые можно совершить, не выходя из дома. Что же вдохновило Елену Максимову на создание книги «Сосна», «Промачты», «Янтарь» и «Сосновые яблоки»? Старший сын Елены Николаевны в четвертом классе писал научную работу про постройки на Европейском Севере. Они вместе ездили в музей «Малые Карелы», общались с его сотрудниками, рассматривали спил сосны и считали годовые кольца. Так родилась идея книги о сосне. Сосны – это близко детям. Они их видят и знают, поэтому хотелось, чтобы они открыли для себя какие-то неожиданные факты. В книге про сосну много удивительных фактов. Ученые считают, что предки сосны появились на Земле очень давно, когда по планете бродили ужасные ящеры, динозавры. С тех пор прошло целых 300 миллионов лет, но за это время сосны почти не изменились. Они вырастают такими же высокими, как и прежде, до 40 метров. Это высота десятиэтажного дома. У сосны есть удивительная особенность, которая помогает выстоять в схватке даже с таким опасным явлением, как пожар. В нижней части дерева, в полуметре от земли, кора достигает 10 сантиметров толщины. Это в пять раз толще, чем на середине ствола. Подобные огнеупорные утолщения защищают взрослые деревья от некоторых лесных пожаров. Это свойство коры позволяет соснам успешно противостоять огненной стихии и жить дальше. Сосна круглый год остается зеленой. Старые хвоинки через несколько лет опадают, но не все сразу. Это очень похоже на то, как заменяются волосы на голове у человека. Старые выпадают, новые вырастают. Вот такие необычные у сосны листья. А еще они – ценный строительный материал. Только не для людей, а для лесных муравьев, возводящих себе из хвоинок муравейники. Испанские моряки из экспедиции Христофора Колумба, открывшие Америку, были первыми европейцами, увидевшими диковинный фрукт – ананас на вновь открытой земле. Вид ананаса напомнил им сосновую шишку, и они назвали его сосновым яблоком. В молодых сосновых шишках и побегах содержится много витаминов и других полезных веществ. Из них готовили различные отвары, настойки, пили их и спасались от болезней. Застывшие миллионы лет назад капли сосновой смолы – это янтарь. Древние сосны роняли смолу в том месте, где сейчас находится Балтийское море. Капли застывали, и за тысячелетия постепенно превращались в янтарь. Это море раньше так и называлось – янтарное. В городе Калининграде есть даже музей янтаря, где посетители могут полюбоваться на самые удивительные янтарные находки и великолепные украшения. А в некоторых кусочках янтаря можно разглядеть древних насекомых, которые попали в смолу много тысяч лет назад. Вот такая она, всем знакомая сосна. И от болезни своими хвоинками вылечит, и в постройке дома поможет, и драгоценной смолой поделится. Бери, человек, пользуйся на здоровье. В современном мире нас окружает множество полезных вещей. Человек придумал и сконструировал разнообразные устройства и приборы, которые позволили ему подниматься высоко в небо и погружаться глубоко в море, осваивать космические дали и строить гигантские небоскребы. Но как человеку удалось все это придумать? Обо всем этом Елена Максимова рассказывает в своей книге «Подсмотрена у природы». Древние люди, глядя на когти и клыки, придумали копья стрелы. Наблюдая за пауками, он научился плести сети и устраивать ловушки. Наблюдая за полетом птиц, человек издавна мечтал сам подняться в воздух. Одна из таких попыток описана в древнегреческой легенде об Икаре и Дедале. Мастер Дедал сделал крылья из скрепленных воском птичьих перьев для себя и своего сына Икара, чтобы спастись из лабиринта на острове Крит. Дедал предупредил Икара, чтобы тот не подлетал слишком близко к солнцу, так как оно растопит воск и не опускался к морю, потому что вода намочит перья и крылья станут слишком тяжелыми. Но Икар не послушал отца, взлетел высоко-высоко, солнце растопило воск, которым скреплялись крылья, и Икар упал в море. Конечно, сделать такие крылья, чтобы взлететь над землей, было очень сложной задачей. Даже известному средневековому ученому Леонардо да Винчи она была не под силу, хотя он подошел к делу серьезно. Наблюдал за птицами и летучими мышами, зарисовывал движения их крыльев, проводил опыты. И все для того, чтобы построить летательный аппарат с машущими крыльями, который должен был приводиться в действие силы мышц человека – махолет. Леонардо измерил вес утки и длину ее крыльев. Дальше он подсчитал, что если вес махолета с человеком на борту будет 140 килограммов, то длина его крыльев должна быть около 12 метров. Вскоре ученый убедился, что у человека не хватит сил, чтобы махать такими огромными крыльями. Он стал дальше разрабатывать свои идеи и очень близко подошел к идее аэроплана. Но для воплощения ее в жизнь ему не хватило мощного двигателя, который был изобретен только спустя несколько столетий. Мечта о полетах осуществилась позже с изобретением самолетов и вертолетов. Самолеты внешне похожи на больших хищных птиц, обтекаемый корпус, длинные и узкие крылья. В отличие от самолетов, вертолеты меньше похожи на птиц. Это потому, что прообразом вертолета были не птицы, а стрекозы. Вон, как они летают на лугу. Одна приземлилась рядом с нами, точь-в-точь маленький вертолетик. Удивительные способности стрекозы рассмотрел знаменитый авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский. Он изучил большое количество снимков летающей стрекозы и создал свой вертолет. Как и стрекоза, вертолет может взлетать с места без предварительного разбега, зависать в воздухе на нужной высоте, делать повороты в любом направлении, садиться на маленькую площадку. А одну из идей для полетов человек подсмотрел у растений. Конечно, сами растения не умеют летать, но их семена еще как умеют. Подхваченные ветром семена одуванчиков кружатся совсем как маленькие парашюты. Благодаря пушинке, к которой прикреплено семечко, ветер относит их далеко от места, где они выросли. И тот же самый принцип повторяют парашюты, изобретенные человеком. Прочитав книгу «Подсмотренного природы», вы узнаете об изобретениях, которые появились на свет благодаря наблюдениям человека за природой. Наблюдайте за окружающим миром и, возможно, именно вам удастся применить что-то на пользу людям. Продолжение следует...